Всем привет! Сегодня я расскажу вам немножко про добывающие платформы. Прошлое видео получилось так, здесь полная информация, здесь будет полная. То есть, смотрите, у нас всего есть несколько видов добывающих платформ. Это базовая добывающая платформа, бонус от нее 4%, ресурсы везутся на базу. Бонус 4% работает после того, как вы ее достроите. Далее, усовершенствованная добывающая платформа, бонус 10%, ресурсы также везутся на вашу базу. И красавица, которую я сейчас только что достроил, это передовая добывающая платформа, а бонус у нее 30%. То есть, смотрите, вот здесь вот я жму добывать, пишет 128 тысяч в час. А здесь, ну, во-первых, пишет то, что ресурсы собраны с этого узла заставлены на добывающую платформу. Понятно. И 152 тысячи, то есть на 24 тысячи разница. Базовая скорость у данного корабля 80, соответственно, получается от 80 до 24 тысячи, это 30%. Плюс корабли будут везти собранные ресурсы вот сюда, на вот эту платформу. Так, у меня здесь почти закончили собирать, ну, 7 минут осталось, не суть. А далее, смотрите, вот здесь у меня есть вот такая виртуальная платформа. То есть, в чем фишка? Ее, кроме меня, никто не видит. Она мне просто экономит операцию. Как она делается? Мы просто делаем «Построить», выбираем платформу, да, сюда вот так вот. Жмем «Подтвердить». Быстрый порядок. Выбираем вот этот вот кораблик, допустим. И говорим «Подтвердить». Пожалуйста, вот она, виртуальная создана. Опа, отступить. Смысл там, чтобы ее не достраивать. Пожалуйста, вот она есть. Можете на нее копать. Единственный минус, то, что на нее нельзя варпать. То есть, если вы где-то далеко будете ее ставить, такой вот здесь, допустим, да, то ваши корабли не будут на нее варпать, будут в крисиской скорости делать, ну, летать. А, получается, если рядом ее ставить со станцией, то она экономит вам операции. Прямо неплохо так. Ресурсы не тратит, тратит только 5 очков действий. Экономит операции. Также, допустим, если у вас какие-то передвижения, да, и у вас нет операции, вы можете эту платформу поставить там, где угодно, где у вас там флот летит в крисиской скорости, поставить, и по этой платформе еще дополнительно пролететь какое-то расстояние. Так, собственно... Кстати, вот то, что здесь тоже можно добывать, давайте покажем. подтвердить. И все. Вот у меня кораблик полетел. Правда, покрывает территорию. Не знаю, почему он по прямой не полетел, но, тем не менее, не нужна операция. Добывается. Так, далее. Про подвинутую платформу. Сказал, вот здесь у нас получается бонус 10%. Здесь 4% и здесь 30%. Вот не думал ставить передовую добывающую платформу, так как все ресурсы всегда сносились на базу. Но после недавнего обновления вот эта передовая добывающая платформа, получается, в нее сносятся ресурсы, если она у вас установлена. Поэтому поставил... Ну, такое вложение считаю разумным, потому что, если, допустим, захочу перенести отсюда свою базу куда-нибудь, да, то вот эти кораблики, которые на этой платформе находятся, мне с ними ничего делать не надо, они тут как копали, так и будут копать, да. А я, допустим, пристыкую свою базу куда-нибудь к какому-нибудь узлу вкусному. Вот. Пользуйтесь. Пользуйтесь. Плюс еще 30% скорости добычи. Почему нет? Что еще касается виртуальной платформы, то есть можно несколько игрокам, то есть, допустим, вы там скооперировались с ребятами, поставить ее на одно и то же место, то есть вы свою поставили, другой игрок поставил свою сюда же, и третий игрок сюда же поставил. И таким образом добывать. Вот. Кораблик уже почти закончил добычу. Давайте посмотрим, куда полетит. Интересно то, что я отправил его добывать до того, как платформа построилась. она построилась у меня вот только-только. Посмотрим, к платформе или к базе полетит. Вот. Все. Он полетел к платформе. Молодец. Судя по всему, он смотрит куда меньше расстояния, и, видимо, туда и летит. Хотя, хотя не уверен. Да, кстати, да. Скорее всего, смотрите, вот этот кораблик, он тоже у меня закончил добычу после того, как достроилась платформа, но смысл в том, что он в момент окончания добычи стоял, видите, на моей территории, на территории моей базы. И он повез, получается, добычу ко мне на станцию. А этот кораблик стоял на территории платформы, и он повез добычу на платформу. Соответственно, если, допустим, я буду перемещать отсюда станцию, нужно вот этот кораблик просто загнать на территорию платформы и начать добычу с территории платформы, чтобы он стоял на момент конца добычи, на территории платформы, и тогда он погонит доставлять груз, получается, в саму платформу. Также можно и с вот этим сделать. Сейчас, кстати, попробуем это сделать. Интересно, что получится. Хорошо, поставили рабочего на добычу, но он как-то тут встал вот прям на краю операции. Не знаю, сработает, не сработает. Вернемся через час пятьдесят, и посмотрим, куда он повезет ресурсы. Так, продолжаем. Смотрим. Этот кораблик, который я как бы завел с зоны передовой добывающей платформы, он стоит на границе, добывает, почти закончил добычу. Посмотрим, куда он полетит. Если он полетит на передовую добывающую платформу, это будет оверклассно. То есть, блин, значит, так можно все-таки вот как-то впритык ставить и добывать ресурсы, которые вне добывающей платформы. Напомню, здесь бонуса нету, ну, кораблик вроде как непонятно на какой территории стоит. А-а-а. Нет, полетел домой. Вот зараза. Зараза, зараза. Может быть, может быть, именно вот этот вот нот, то есть астероид вот стоит именно так, что корабль вот может только вот с этой операции добывать. Вероятно, так. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok